Проблема ковердэнса, которую бы мне хотелось поднять или которая меня волнует. Атмосфера в фандоме начала немного меняться. Людей заинтересованных в этом стало очень много. И, конечно, этого было не избежать. Десять лет назад это была узкая ниша, это, по сути, были неформалы, то сейчас это практически любой человек. Пандом как будто бы немножко забывает тему того, что нас вместе объединяет. Не было такого, что кто-то гонится за скоростью, за популярностью трека. Все танцевали ради общей тусовки, ради интереса, ради просто какой-то движухи. В 2013 году я встретила ребят, которые так же, как и я, хотели станцевать один танец. И вот эти ребята сейчас оказались в «Разинг-сан». Нами руководила цель просто станцевать то, что нам нравится, без каких-либо побед или высот, просто станцевать. Мальчик-фанбой, который хотел танцевать женскую хореографию, было не столько страшно, сколько, наоборот, вдохновляющими на меня, что «Все, вот, я пришел, сейчас все будет интересно, все будет круто». Мотив людей тогда, если больше веселиться и получать удовольствие, то сейчас мотив у людей прям конкретно саморазвитие, как мне кажется. И катализатором этого всего, я думаю, стала конкуренция. И, я думаю, как положительная, так и отрицательная. Не то, чтобы люди были против того, чтобы я танцевал в коллективе, в котором я тогда был, женскую хореографию, там был больше акцент на то, что, как мне кажется, опять-таки, что мы хотим пройти на Всемирный фестиваль, выступить и победить. Шансы пройти с мальчиком женской хореографии минимальные. Меня это очень задевало, потому что происходит вот эта вот грань четкого разделения между увлечениями и взглядами на то, чем хочешь заниматься ты, и то, чем хотят заниматься другие люди. По моему мнению, люди в кавердэнсе последнее время перестали получать именно вот фан. Они начали на это смотреть уже как-то с точки зрения профессиональной. Это не совсем здоровая конкуренция, не помогает нам расти. Она делает нас не одним целым, а разбивает на группки, и из-за этого у кого-то пропадает любая, любого вида мотивация. Раньше нас очень сильно волновало мнение со стороны. После каждого номера, после каждого проекта мы пытаемся поднять планку. То есть, соответственно, еще большая тяжесть вот этого вот мнения или боязни осуждения со стороны. Раньше было больше какой-то поддержки эмоциональной даже за кулисами между командами, когда, не знаю, у кого-то там нету ножниц, у кого-то нету ниток, и ты кричишь просто на все за кулиси. У кого есть, и тебе помогают. Сейчас, конечно, тоже такое есть, но отношение к этому у людей поменялось в плане открытости друг другу. Не все доверяют друг другу. Если бы мне нужно было описать нашу команду в нескольких словах, я бы сказала дружная, понимающая, веселая. Субтитры делал DimaTorzok Конкуренция, получается, растет еще больше с каждым днем, с появлением все новых и новых людей, новых команд. Поэтому я не уверена, что это делает наш фандом дружнее, но я все-таки надеюсь, что, может быть, я ошибаюсь, что, может быть, это на самом деле как-то все улучшается, просто я не замечаю этого. Так как изначально мы в команду собирали людей по определенному соответствию характерному такому, то как-то мы изначально сошлись именно вот как друзья. Не просто как сокомандники, а именно вот как лучшие друзья всех четвером. Отношения между нами сильно влияют на весь процесс создания каверов. Вот. И как раз таки тот факт, что мы настолько как-то вот с пониманием, с любовью к друг другу относимся, это, в общем-то, очень хороший такой стимул. Не знаю, мне кажется, они сложились где-то на небе с вселенной. Они должны были существовать, и они столько лет, и это как, ну, как будто они вот должны были вчетвером вот этим всем заниматься. Все, что они делают, это очень клево, сольники ли это, группы, влоги, из путешествий, из каких-то поездок, видео, что угодно. Это все так гармонично как-то, классно, что, ну, ты смотришь и такой, ну, вот так должно быть, это клево. Два, три, туда, обратно, туда, его приносите сюда, и раз, два, три, ты. Из-за него я попала в каверденс, из-за него я начала танцевать вообще, в принципе, то есть я до этого не танцевала вообще. Я увидела первый клип Шайни, я увидела Тэмина, и, ну, это, я не знаю, как назвать это. Смешно, наверное, и сложно говорить, что это какая-то любовь с первого взгляда, но это скорее болезнь с первого взгляда. Я очень люблю танцевать с командами, мне бы очень хотелось, чтобы меня куда-то звали. Мне бы хотелось танцевать очень много групп, очень много танцев. Я могу танцевать 24 на 7, ночами, днями, все что угодно, разбирать, оттачивать, репетировать. Но все еще многие думают, что я ставлю только Тэмина, возможно, поэтому не зовут в проекты, или я не знаю почему. Ну, за Аней я следила очень долгое время, я следила за ее инстаграмом, залипала на ее танцы, каверы, вот. Это достаточно долгое время продолжалось, потом в результате как-то я все-таки решилась, один раз там написала ей в Твиттере, мы поговорили, и потом я предложила нашу кандидатуру в качестве потанца на проект как раз вот Тэмина Мув. Ну, для меня Аня как была вдохновением в танцевальной области, так сказать, так и осталась. Это кольцо с именем, датой рождения Тэмина. Вот, это не так сложно приобрести, но я его уже ношу очень-очень много лет, и это как напоминание просто о том, чем я занимаюсь, и это всегда как-то дает мне какую-то хотя бы небольшую поддержку моральную. Я не могу сказать, что я хотя бы на 50% рядом с тем, чтобы танцевать как он, но если люди это видят все еще, то есть если им кажется, что похоже, когда мне пишут фанаты Тэмина, когда мне пишут зарубежные фанаты Тэмина, это безумно приятно, то есть в этом и смысл я хочу попробовать передать именно так, именно по максимуму близко к оригиналу. Естественно, ко мне приходят великие критики лично, чтобы сказать, что я вот тут вот не то разобрала и не то что-то сделала, хотя я просто записала видео самой себя, просто выложила ни на какой-нибудь конкурс, ничего, просто вот видео. Вот, но они думают, что нужно очень обязательно мне сказать, чтобы я поработала над собой. Вот видите, что-то там в ночи ходит, что-то, вот. Что-то там крадется. Ай-няй! Самый мощный Тэмин из всех Тэминов. Гроза корейских школьниц. Корейские школьницы, да, все фанатки. Все, ушла к себе в логово. Мы как команда коллабов обычно избегаем по большей части. Как раз таки из-за вот этой какой-то определенной конкуренции часто люди начинают очень много вот какие-то личностные, какие-то скандалы, проблемы, терки вот между собой пережевывать, еще как-то это все перековеркать, распространять повсюду. То есть я больше вот не люблю вот этот аспект. Ну, есть такие исключения, как вот Аня Фантом Хайк. Вот с ней как-то вот сошлись в результате характерами и комфортно, поэтому до сих пор коллабимся. Так как я не могу принять сама себя, я принимаю то, каким меня видят люди. Если им это нравится, они говорят, да, продолжай, давай танцевать, надо выступать и так далее. Я буду это делать, пока это кому-то нужно. Потому что если я буду слушать только себя, то я просто закроюсь дома и больше не выйду. Поэтому я говорю, я принимаю то, что говорят и стараюсь делать эти вещи, пока я могу, пока это все вообще происходит. И я очень этому благодарна. Я все еще сторонник того, что критика нужна только если они просят. И просто не знаю, зачем. Я не знаю, зачем люди это делают. Вот, мне кажется, это никакого смысла, никакого... Ну, не несет ничего, кроме разрушения негативных эмоций. И не знаю, зачем это может. Это очень сильно влияет на людей, но на всех по-разному. Есть те, которые скажут, да пошли вы, я сделаю все еще лучше, вы еще узнаете, как я могу и так далее. И вот тот момент, когда мы поняли, что не на все нужно реагировать, не все нужно воспринимать всерьез. Вот тогда это дало нам большой толчок. И, в принципе, мы стали уделять больше времени работе, стали меньше бояться делать то, что делаем мы сейчас. Я считаю, что после самой корейской музыки комьюнити — это самый большой и важный фактор в развитии комьюнити. Коверденс — это такая же школа жизни, как и обычная школа, как и университет, потому что все эти вещи объединяет одно — это люди, это социум, в который ты приходишь и понимаешь, что тебе нужно контактировать с людьми, общаться с ними, находить общий подход какой-то единый, учиться этому и сочувствовать им, больше понимать их и не замыкаться исключительно на том пути, который ты хочешь преследовать, собственно, только для себя. Все мы здесь все равно в конечном счете именно ради этого, именно ради того, чтобы просто получать удовольствие от того, что мы делаем, от каверов, от кей-попа и от танцев. Нужно сделать так, чтобы мы снова вернулись к тем 2020 годам, 2016 годам, 2015, неважно, все, что было до 2017 года, когда нами всеми руководила мысль выступить ради интереса, ради хобби, но все еще продолжать расти. Продолжение следует...